Бобруйская крепость Рокки Фарси поедет на Оскар от Беларуси. О чем кинолента? Удар по кошельку. Без масок, конечно, не обслуживаем. Расплачиваться за клиентов и покупателей без масок будут бизнесмены. Какой штраф? Плюс 10 копеек. В Могилевской области подорожает проезд в общественном транспорте. Когда? А также срок действия, детский праздник и отмененные полеты. Беларусь продлила приостановку рейсов в Ригу. До какого числа? До 13,5 тысяч рублей в Беларуси будут штрафовать за отсутствие маски, но не самих нарушителей. Планируется, что расплачиваться будут юридические лица, которые не обеспечили ношение защитных повязок, респираторов или щитков. Мария Бересневич узнала, как это работает. Без маски вход запрещен. Таблички с такой цитатой сейчас буквально на каждом шагу. В такси, торговом центре, кафе или салоне красоты. Если человек обслуживается без средств индивидуальной защиты, то штраф может получить как руководитель, так и юридическое лицо. Это прописано в Кодексе об административных правонарушениях. Еще один документ – измененное постановление Минздрава номер 217. Плюс комплексный план профилактики COVID-19 в Бавруйске. В настоящий период времени нарушение санитарных правил и норм – это нарушение статьи 16.8 Кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи 16.8 предусматривает наказание для индивидуальных предпринимателей до 200 базовых величин. А это свыше 5000 рублей. Штраф для юрлица и вовсе до 13,5. Поэтому, как вести себя с незащищенным клиентом в период пандемии, бизнесмены решают сами, так как нарушение ударит именно по их кошельку. К красоте отказать мы не можем, поэтому у нас есть одноразовые маски, которые мы предлагаем нашим клиентам. Без масок, конечно, не обслуживаем, но одноразовые есть для каждого. Также обрабатываем поверхности после каждого клиента. Возможно, иногда бывают заминочки, но 10 минуток нужно подождать. Всемирная организация здравоохранения накануне изменила рекомендации. Во время второй волны она призывает носить маски и внутри, и вне помещений. Независимо от того, есть ли возможность соблюдать социальную дистанцию. Особенно это касается помещений, где не обеспечено достаточное и регулярное проветривание. В нашем магазине соблюдаются все меры по профилактике не только коронавирусной инфекции, но и вообще в общем любых респираторных заболеваний. То есть по постановлению мы не обслуживаем покупателей без средств индивидуальной защиты. Для этого у нас есть они в продаже, но если люди разного достатка, например, у человека не может сейчас позволить себе купить маску, мы выдаем бесплатно. Новая инструкция от ВОЗ распространяется как на взрослых, так и на детей от 12 лет. Малышам до 5 защитная повязка наоборот не рекомендуется. В отношении детей от 6 до 11 решение о масках должно приниматься в зависимости от конкретной обстановки с коронавирусом в данной местности. А также умение ребенка правильно носить средства защиты и возможности взрослых следить за этим. Для вас, как для покупателя, насколько важна все-таки маска и меры защиты? Ну, обязательно, потому что все-таки вирус и говорят, что хуже, чем было в том году. Мне кажется, это очень важно. Вы сами везде ходите в масках? По улице нет, но если захожу в помещение, это да. У меня родители уже пенсионеры, дети дома. Ну и я сама, конечно же, ношу маски по мере возможности, стараю перчатки. Ну и, конечно же, обрабатываю руки, потому что сейчас время такое, это очень важно. А детям одеваете маски? Да, безусловно. К слову, в России расплачиваться за пренебрежение правилами безопасности приходится самому нарушителю. Штраф до 1000 белорусских рублей. В Украине он меньше, около 20. А вот в Италии наказание за нарушение масочного режима может доходить до 1000 евро. Причем носить аксессуар 2020 там изначально требовалось как в помещении, так и на улице. Впрочем, цена на защитную повязку в разы меньше, чем сумма возможного штрафа. Во-первых, это защита от вируса. Во-вторых, страховка для представителей сферы обслуживания. Мария Бересневич, Владимир Гребеневич, Бобруськ, 360. В Беларуси выздоровели и выписаны 118 924 пациента с COVID-19. Зарегистрированы 141 609 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 3 335 788 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Ведомство актуализировало перечень стран, в которых регистрируется случай инфекции COVID-19. В список с 3 декабря будут включены 8 стран. Австрия, Азербайджан, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Турция, Эстония. Прибывшие из этих государств обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня приезда в Беларусь. Патриотический пробег, продленные документы и пятничная отепель. В пятницу будет облачно с туманом и снегом. Надолго ли? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Справки и документы, срок действия которых истекает в период с 10 ноября 2020 по 10 мая 2021 года, останутся действительно еще полгода. Соответствующий указ подписал президент. Сюда относятся паспорт, вид на жительство, водительское удостоверение и медсправки. Например, если срок действия документа истекает 1 января, то он автоматически продлевается до 1 июня. Такое решение связано с неблагоприятной эпидобстановкой. Беларусь продлила приостановку рейсов в Ригу. Авиасообщение возобновят не раньше 2021-го. В Таллин и Ларнаку самолеты не будут летать до 14 декабря. Полеты в Ашхабад не будут выполняться до 1 января следующего года. Кроме того, до 27 марта отменены рейсы в Будапешт и Алматы. Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта. Автопробег за Единую Беларусь пройдет в ближайшее воскресенье. Маршрут Минск, дом-усадьба Держинова, центр экологического туризма Станьково, урочище Влаговщина. Стартует колонна с парковки торгового центра на Кальварийской в 9 часов утра. В патриотической акции может принять участие любой желающий. Благотворительный марафон «Согреем детские сердца» проходит в Могилевской области. Он станет одним из ключевых мероприятий республиканской акции «Наши дети». На протяжении двух месяцев в регионе будут проходить разнообразные тематические мероприятия. Начинается марафон с традиционной недели «Милосердия». Пятница обещает быть облачной. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможен гололед, слабый туман. Ветер юго-восточный – 5-10 метров в секунду. Местами разгонится до 18. Ночью температура воздуха будет варьироваться от минус 4 до плюс 1. Днем воздух прогреется до 4 градусов. В то же время присваивать декабрю звание «Теплый месяц» синоптики не спешат. Морозы в Беларуси усилятся в начале следующей недели. Ожидается до минус 10. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты «Бобрусь-360» готовы выход на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В Могилевской области подорожает проезд в общественном транспорте. Точная дата пока неизвестна. В городских троллейбусах и автобусах стоимость проездных билетов вырастет на 10 копеек. Таким образом, его цена составит 70 копеек. На пригородных маршрутах за каждый километр пассажирам придется платить на одну копейку больше. Решение об изменении тарифов вступит в силу после опубликования на национальном правовом интернет-портале. Фильм «Уроки Фарси» выдвинут на премию «Оскар» от Беларуси. Одной из главных локаций съемок стала «Бобруйская крепость». Широкой публике фильм был представлен на Берлинском кинофестивале. Проект имеет статус международного. Участие в нем приняли Беларусь, Россия и Германия. В львиной доле массовых сцен актерами выступили белорусы, в числе которых десятки бобручан. Главный герой картины – бельгиец ибрейского происхождения. Волей судьбы он оказывается в концлагере. Спасением для него становятся уроки Персидского, которого он никогда не знал. Несуществующему языку он учит немецкого повара, мечтающего о своем ресторане в Иране. Перс по обману, еврей по национальности, готов на все, чтобы только выжить. И снова к теме недвижимости в столице. Комплекс «Минск-Ворлд» – это не только новые возможности для жизни, бизнеса, но и современная инфраструктура, которой в Беларуси нет пока нигде. И да, до Нового года купить здесь квартиру можно с существенной скидкой. Подробнее в репортаже. Вы молодой, амбициозный, много планов. Тогда это для вас. Если покорить столицу или развиваться уже здесь, то лучшее для жизни – это «Минск-Ворлд». К тому же застройщик прилагает к этому максимум усилий. И специальные программы продлены до конца года. Это специально для вас. Я хочу поблагодарить всех работников образования, медицинской сферы, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, которые обратились к нам с благодарственными письмами за ту поддержку, которую оказала компания. Мы предоставили 20-процентную скидку в это непростое тяжелое время. И мы рады всегда видеть наших клиентов. И мы по-прежнему дальше стараемся реагировать на ту ситуацию, которая складывается, и продавать наши квартиры в административные помещения. Когда время акции завершилось, компанию обратились покупатели с просьбой продлить ее действия. И им пошли навстречу. Замечательную возможность продлили еще на один месяц, до конца года. Внимательно и детально скидка в 20% это, к слову, 1,5 от стоимости распространяется на несколько категорий покупателей. Во-первых, это работники системы здравоохранения, в том числе и те, кто уже на пенсии, а также студенты, которые получают медицинское образование. Во-вторых, представители образования, в том числе и те, кто уже на заслуженном отдыхе, а также студенты, которые готовятся стать педагогами. В-третьих, работники IT-сферы, и неважно в государственной или частной компании. В-четвертых, молодые семьи. Надо торопиться. Полгода после регистрации брака не прошло, вам скидка. Но снова напомним, что все программы действуют до конца года. Осталось чуть меньше месяца. Количество квартир на акции ограничено. И совсем скоро будет сдача дома, а потом и новоселье. Минск Ворлд – это лучшие условия в столице и индивидуальный подход. Самые низкие цены. И это на квартиры в премиальном комплексе в центре европейской столицы. Ну, мы выбрали тут этот дом. Вот. И она рядом и метро, и новый район. И, ну, все, все мне тут нравится. И тут рядом стоится бизнес-центр, торговый центр большой. Вот. Ну, будет куда ходить, смотреть. Вот. И сам по дальнейшему собирать на этом торговом центре работать. Я могу сказать, что города такой вариант больше нет. Что на 10 лет дадут. Ну, и надо потихоньку платить. Строят быстро и не менее быстро раскупают. Особенно по специальным программам. Сейчас по ним квартиры всего в трех домах комплекса. Спешим. Минск Ворлд – это не просто жилье, а стиль жизни. Строят общественные, коммерческие объекты, детские сады и школы. 12 садов и 7 школ здесь будут. Паркинги и велодорожки. Это забота застройщика. А город подводит к объекту метро. Место определяет. Минск Ворлд – самый масштабный проект жилищного строительства в Европе. До центра всего несколько минут. Минск Ворлд – место для жизни, работы, бизнеса. Новое направление для страны – сдача в аренду коммерческих и жилых помещений. Здесь они где-то еще возводят международный финансовый центр в сотрудничестве с центром в Дубае. Это миллионы инвестиций и тысячи эффективных рабочих мест. Первые этажи – коммерческие помещения и шанс построить успешный бизнес и удобство для жителей, который оценит сервис шаговой доступности. А самым важным – купить можно за свои деньги, а можно и в беспроцентную рассрочку от застройщика. Максимальный срок – 100 месяцев. Это 8 лет и 3 месяца. Первый взнос – от 30%. Не нужны справки и поручители. В этом случае ежемесячный платеж равен сумме аренды за достойную квартиру в Минске. Но платите вы за свою. Есть и кредиты на срок до 20 лет. В первый год ставка меньше 5%. И снова напомню, у всех программ есть последний срок, последний день. И осталось меньше месяца, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Вы этого достойны и вы на это способны. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»